Дамы и господа, было бы, пожалуй, странно, если бы за все время наших эфиров, за все эти дни, мы ни разу не пообщались с генеральным директором Союза молодые профессионалы WorldSkills Россия Робертом Наилевичем Уразовым. Безусловно, прекрасно осведомленным обо всем, что касается всех направлений деятельности организации. И вот этот день настал. Генеральный директор Союза сейчас у нас в студии. Роберт Наилевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, отборочные соревнования, уже получается, перешагнули свой экватор. Например, 12-й день. Идут состязания в новом дистанционно-научном формате. Россия – это одна из первых стран в международном движении WorldSkills, которая проводит и отбор, и нацфинал в сентябре месяце. Именно так, с применением телекоммуникационных, дистанционных технологий. Насколько эффективен такой формат применительно не только к чемпионатам, но и к другим направлениям деятельности Союза WorldSkills России? Можно ли уже делать предварительные выводы? Ну, поскольку половина чемпионата прошла, можно говорить о том, что технология работает. То есть появляются отборочные соревнования, появляются результаты, отбираются участники, возникает валидная оценка. Ну и пока каких-то жалоб экспертов таких существенных нет. Нет, безусловно, это сырая технология. То есть, ну, как в 1957 году впервые запускали ракету с человеком, точно так же мы впервые запускаем технологию, которая не существовала никогда, в принципе, как такового. Не существовало раньше в мире возможности удаленно оценить ни сварщика, ни повара. Ну, представьте, как вы можете по телевизору оценить вкус блюда. Это достаточно тяжелая оказалась технологическая задача, но, тем не менее, эксперты ее потянули, и она начинает работать. Зачем мы это делали? Ну, понятно, что главное было сохранить чемпионатный цикл. То есть, если представьте, вы один год не проводите чемпионаты, вы теряете целый год разработки чего-то нового. Чемпионат – это не просто отбор чемпионов, это определение стандартов подготовки, ну, и, собственно, выискивание тех новых вещей, которые в сообществе рождаются. Рождаются регулярно и много, но только чемпионат позволяет, как сито, высеять то, что является существенным, ну, и что, собственно говоря, как песок растекается. И в этом отношении для нас было важно, чтобы это состоялось. С другой стороны, мы видим огромные перспективы той технологии, которая возникает сейчас. То есть, о чем речь? А речь о том, что помимо удаленного оценивания, это понятно, провести экзамен удаленным способом, тяжелая задача, но не столь интересная. А вторая более интересная задача возникает в том, что используя эти технологии, мы позволяем, мы можем решить для Российской Федерации, ну, и, в принципе, это интересно на мировом пространстве, вопрос дисбаланса ресурсов и запросов. То есть, о чем я говорю? Бывает так, что на всю страну у нас бывает 10 сильных преподавателей, ну, например, в мехатронике. Да, и вот что делать, если вы живете, условно, в Чукотке, да, а ближайшие преподаватели к вам находятся, ну, вроде, недалеко по меркам Дальнего Востока, но в Якутске. Да, как бы, к сожалению, единственным вариантом раньше было, ну, оставить родной дом и уехать туда учиться. Сейчас этого можно не делать, да, то есть постепенно мы развиваем технологии, которые позволяют, не имея очень сильного преподавателя, работать с ним удаленно, да, причем работа это в практической дисциплине. Раньше это было доступно только так называемым знанием дисциплины, тех дисциплин, которые назывались, ну, такими, совсем айтишными. Ну, например, можно было посмотреть онлайн-курс по философии, по экологии, по экономике, набраться знаний, но стали ли вы от этого отличным аудитором или отличным философом, ну, не факт, да, то есть вы не могли не набрать науку, как правило, это не происходило. И то же самое происходило сейчас с айтишными дисциплинами, там возникали науки, но вот для, собственно, дисциплин, которые связаны, как человек очень часто говорит, ну, с реальным материальным миром, которым можно потрогать, такого никогда не было. Это дает возможность компенсировать на нашей огромнейшей стороне с ее безумными количествами 11-часовых поясов, да, дает возможность преодолеть вот эти расстояния за счет того, что вы можете учиться у того человека, который находится не рядом с вами. А если это экстраполировать на земной шар, то, извините, здесь еще более сложная ситуация. Мы им гораздо более радикальны к поляризации в мире, нежели для нашей страны. И, соответственно, получить доступ к ведущему преподавателю не только в Российской Федерации, но и в мире потенциально становится вполне реальностью, вполне, скажем так, бытностью и реальностью. Какое наследие оставит чемпионат нового формата для принимающих регионов, для Союза и для движения WorldSkills в целом? Вы знаете, здесь такая уникальная ситуация, да, если раньше мы привыкли видеть в виде наследия чемпионата, ну, самое простое, вы приходите, видите железо, да, вот смотрите, вот станок, он в чемпионате, вот он теперь стоит в колледже или университете. Вот там преподаватель был там экспертом, теперь там учит детей там и так далее, и так далее. То теперь эта картинка с одной стороны немножко рассеялась, да, то есть вот нет такого сконцентрированной точки, где все было бы в одном, да, вот если вы были на чемпионате мира в Казани, вы видите там, да, там такое безумное, безумное количество площадей, безумное количество оборудования, которое потом осело в образовательных учреждениях и сейчас используется, ну, фактически по прямому назначению подготовки. То есть сейчас немножко другая картинка, наследие возникает в другом, то есть получилось так, что как такового железа много не потребовалось, да, то есть регионы, которые проводят все чемпионаты, они использовали те площадки, на которых, собственно, и готовили конкурсантов, ну, фактически это мастерские в колледжах, в которых ребята и так учились, да, как такового. Но главное, что наследие, которое возникает, и это сейчас более явно становится, то, что наследие оседает на людях, то есть на тех преподавателях, экспертах, которые, собственно говоря, участвуют в чемпионатах в виде новых наук, новых знаний. Да, это гораздо сложнее оседать, ну, невозможно определить, например, если вы завтра пойдете, подучитесь на мехатроника, я с вами увижу через неделю, и если вы не будете замечены в мехатронном деле, я даже об этом не узнаю. И вот то же самое с преподавателем, то есть он что-то набирает, но это будет понятно в плодах его труда, собственно говоря, в тех учениках, в тех студентах, которые пройдут через этого преподавателя, получат все навыки, которые раньше не имели. Ну и второе, достаточно понятно, об этом говорили раньше, это технология, ну, фактически, дистанцирования, да, то есть разделение во времени, ну, в основном в пространстве, но иногда во времени, собственно говоря, того преподавателя, который является источником умений, и того реципиента, будь то более слабого преподавателя, или будь то студента, который, собственно говоря, эти навыки набирает. Ну и третье, мне кажется, что очень важно, мы смогли показать, что даже несмотря на достаточно серьезные изменения во внешней среде, да, движение оказалось способным быстро реагировать, да, за счет того, что движение построено, ну, такой, не на централизованной модели, да, существует такая одна точка принятия решения, из которой все спускается, а основано на сетевом взаимодействии экспертных сообществ, экспертные сообщества достаточно гибкие и адаптивные оказались к серьезным изменениям. Соответственно, мы можем с уверенностью говорить, что, несмотря на такие существенные потрясения, собственно говоря, система подготовки в нашей стране точно устойчива. Очень хорошо. Расскажите, пожалуйста, о планах на ближайшее будущее. Ну, смотрите, да, здесь достаточно просто, с другой стороны, достаточно сложно, да, то есть, с одной стороны, то новый WorldSkills, который планировался, он планировался в ситуации до пандемии. Естественно, многие вещи были на передовой в тот момент, но ситуация, понятно, резко поменялась. Наверное, центральный элемент, который планировался и тогда, и планируется сейчас, он остался. Да, как бы, что бы вы ни делали, вопрос практической подготовки человека, умения что-то делать, он является основополагающим, без него, к сожалению, никуда ты не денешься. Ну, если в вашей стране нет генетиков, которые способны отобирать моноклональные антитела, да, как бы, если у вас нет фармацевтов, которые способны производить вакцину, если у вас нет логистов, которые способны развести, медиков и так далее, и так далее. Актуальный пример, да. Ну, понимаете, просто, очень просто, да, как бы, это понятно сейчас любому человеку. Если вы этого всего не умеете, а это кто, что это? Это те люди, которые просто профессионалы. Как они этим профессионалом станут за счет подготовки? Собственно говоря, центральный элемент, который остается в новой организации, это, собственно говоря, практическая подготовка, ну, достаточно быстрыми современными темпами. Что значит быстрыми современными, да? К сожалению, мы привыкли, что, ну, человеку надо учить долго. Чем больше учили, тем как бы лучше. На самом деле, не совсем так, да, то есть мир идет так. Еще говорят, что учиться можно всю жизнь. Ну, и надо учиться всю жизнь. Да, вопрос просто того, что, что вместо такого, знаете, как это один раз за шесть лет, лучше, как бы, было сделать так, чтобы вы 12 раз, но по полгода, да, называется, и в разное время. Соответственно, скорее, что мы видим сейчас, в процессе подготовки они доробятся и вытягиваются по времени. Вы вынуждены набирать такие концентрированные блоки практических компетенций для того, чтобы быть конкурентоспособным. И WorldSkills для этого подходит лучше всего. Здесь все очень сконцентрировано, очень быстро и только практические навыки. Здесь нет, как бы, лишней воды. И в этом отношении вот эти элементы, которые, собственно говоря, уже в движении присутствуют, мы их планируем только масштабировать. Другие элементы, которых не существовало до этого, и которые мы также видим в большой потенциал, это, собственно говоря, исследования в отношении этих видов деятельности. Да, то есть, ну, вот сейчас мы во многом подготовку строим, исходя из того, что видим на практике. Ну, вот видим, что лучший хлебопек работает вот таким образом. Ну, почему так? Ну, он больше булок печет. Ну, вот записываем, делаем кальку и переносим в процесс подготовки. Но кто сказал, что этот человек оптимально работает? Да, как бы, это все зависит от того... Количество выпускаемого продукта, безусловно, не единственный показатель, который нужно учитывать. Ну, помимо этого, если вы взяли хлебопек, условно говоря, в масштабах одного села, то вы сделали кальку лучшего хлебопека села. Как бы, если города, города, если страны, страны, мира, вопрос в том, что не всегда вам достижимы эти образцы. И это говорит о том, что помимо эмпирического наблюдения за практической подготовкой, нужно и научное фундирование. Мы планируем развивать тему, так называемого, Центрального института труда. Это та организационная структура, которая существовала еще в советское время, но была закрыта после 37-х годов. Мы планируем развивать тему научной организации труда, исследование тех, собственно говоря, элементов и практик, которые позволяют человеку работать более эффективно. А зачем это нужно? Ну, очень просто. Посмотрите на разрывы в производительности труда, например, в строительстве и, собственно говоря, в сфере сельского хозяйства. Ну, такие две базовые отрасли. Мы отставим в 5-6 раз. Дальше комментарии излишны. Если мы находим инструменты, которые позволяют нашим людям работать более эффективно, то, говорит, это фактически означает кратное увеличение производительности труда раз, а значит, выпуска продукции, а значит, валового внутреннего продукта. Все просто. Да, проще некуда вроде бы, по крайней мере, в теории, на практике. Ну, как говорится, посмотрим. На ваш взгляд, общий тренд на цифровизацию экономики влияет на развитие системы профессионального образования и подготовки кадров? Ну, наверное, здесь никакого ответа, кроме «да», дать невозможно. Безусловно, это влияет как на, собственно, технологии подготовки, так и на технологии работы. То есть, если раньше цифровизация была не присуща большому количеству отраслей, то это сейчас есть и у парикмахеров, и у поваров, и у сварщиков, и у кого только нет. С другой стороны, понятно, что пандемийные ограничения, они обнажили тему цифровой коммуникации, да, и показалось, что аналоговая система подготовки не является конкурентоспособной и не отвечает вызовам времени, а цифровая только формируется. И мне кажется, что мы сейчас на таком, не на перепуте, скажем так, а на переступке, когда мы еще не ступили на ступень цифровой системы подготовки или шагаем к ней. Ну и, безусловно, будущее, собственно говоря, и вектора развития во многом будут определены бурным ростом цифровых технологий, которые есть сейчас. Просто дело в том, что в отдельных отраслях, ну, например, в коммуникациях, это уже достаточно понятно, а система подготовки только начинает приходить. Но я думаю, что в ближайшие 3-5 лет мы просто это увидим достаточно ярко. И последний вопрос, он, в общем-то, даже не вопрос. Отборочные соревнования продолжаются, впереди финал национального чемпионата. Ваше напутствие конкурсантам и экспертам? Две разные категории, достаточно сильно. Но конкурсантам все просто, ребята. Чуть по разные стороны баррикад, скажем так. Я думаю, что лодка у них одна, но действительно они сядут в разных концах лодки. Ну, конкурсантам только одно, только победы. Зачем вы заявляетесь на конкурс, если хотите, не хотите победить? Надо побеждать. Даже если вы не победите, нужно стремиться к этому. А экспертам только одного – честного и объективного судейства. Большое спасибо и удачи во всех начинаниях. Дамы и господа, Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы WorldSkills России». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!